а друзья здравствуйте мы у меня в резиденции в этом красном хуторе который когда-то этот хутор проснется знаменитым все к этому шло но сильно уже дела все хуже в садоводческой россии и вот результат хутор местом для паломничества ученых не стал ладно и так значит сегодняшняя тема это ножи привычные ножи это важнейший элемент от этого зависит успех давайте сделаем так сейчас я посмотрю идет ли запись вроде идет значит как есть так объясняю вначале и так нож отечественной вот от сыроватка Олега Васильевича самодельный но уж больно хорош и посмотрим выдержит для сравнения с самым знаменитым ножом в мире это сейлинген это германия и не подделкой подделки появились позже когда он стал знаменитым и так значит перед вами ветка это ветка вот так это ветка чем хороша это однолетний прирост подчеркиваю однолетний он еще не весь он был два метра вы видите метров 70 вот это все однолетний прирост вот до сюда до сюда до сюда и вот до кончика это где-то метров 70 метров 80 включая вот эти ветки которые родились в середине лета про них отдельный будет разговор если хватит зарядки и так и так лезу в карман за секатором пробовать будем и тонкие и толстые побеги значит что идет на прививку или вот эта часть смотрите вот она целый метр смотрите внимательно еще однолетний прирост или вот эта часть целый метр причем самое ценное из нее вот вот это вот это черенки штуки 3 остальное выбрасывается 2 или 3 черенка остальное выбрасывается лечь пойдет а улучшенной капулировки потому что на ней лучше всего а и и прививки в расчет с ней легче всего работать в том смысле что показать именно качество ножа потому что окулировочный нож сам вообще не нужно никакие качества вот и в десяти девяти случаях десяти вам подсунут окулировочные когда вы закажете прививки но там не будет двусторонней заточки и так сравниваем а и нижняя часть это тоже вот это убираем как негодно на прививку и вот она нижняя часть это для самых крутых специалистов кто сможет сделать косой срез или клин вот здесь вот вот теперь значит я сейчас должен остановиться и проверить качество съемки нормально ли получается это мое самое место потому что никакой они опера не оператор так сейчас посмотрим отключимся и посмотрим что мы тут имеем так друзья будем продолжать по новому настраивать были гости вот тоже умудрился с ним с ними сейчас кино снять о чем мы говорили лишний раз говорю выращивайте сами опять забит рынок рынок якобы с саженцами с алтая вот все по старому так проверяю сможете увидеть что нибудь нет значит смотрите итак метровый самый ценность нижней части сейчас будем тестировать тестировать моя рука чтобы видно было где моя рука а то вдруг мимо а вот тут вначале этим прославленным ножом с а ветки уже подсохли я их давно связал они поэтому очень твердые вот и так сложнее всего делать даже не косой срез а клин видите смотрите два движения готова так посмотрим будем ли мы потом с ним работать две почки отрезали раз теперь ой чего я не готовил ничего это значит не рядом а дождевой водой сейчас мочу вам покажу не поменюсь люблю экспромте вот результат видели вода наполовину дождевая наполовину снеговая был снег до колена потом расставил а потом добавилась влага и вот теперь смотрите вот она в воде готовы к работе может несколько минут лежать еще и воды напьется ну что сравниваем и так мы берем и но сыроватка олега васильевича моего земляка дружбы с которым я горжусь и так вот он чехольчик вот он нож я не выбирал смотрите он привез на 5 ножей вот они у всех вот такая благородная рукоятка мне на некоторых газоней нам черную не надо нам давай такой ну пусть пожалуйста вот такая мы смотрим внимательно а красота вот полирован и заточка на одну сторону ну что будем проверять дело в том что никаких навыков у меня у железово работа с таким ножом нету вот почему один раз делал фильм и сделать также точно пару срезов ну что поехали по раз ну что хуже лучше одинаково вот ну допустим сказать это случайно давайте еще раз попробуем кстати руки уже не те вот плакаться 74 года не буду поехали вот уже привычка привычка была опять этот дождя смотрим поехали опа опа и маленькая поправка вот абсолютно здоровый годящийся я еще вот так делаю смотрите раз ведро это когда мне надо подобрать время на подвой ну допустим мы сделаем так представим себе что вот это толстая часть это есть подвой отрезали как можно ближе к земле потом делаем да я сегодня перестарался надо было взять мягкую ветку живого а эта ветка несколько недель пролежала вот ожидая костра а костер нельзя понимаете костер нельзя так смотрим как делается в принципе прививка в расщепку ну давайте смотреть вот смотрите сюда вот все это будет стянуто со всей силы глядите и никакой щели нет или вариант с той стороны для этого мы когда смотрим мы выбираем в сторону чуть чуть потолще но мне труднее выбирать абсолютно ровная вот но если бывает что потолще то то что толще снаружи смотрите ну если чуть-чуть сдавить пленкой что получится получится идеально расщепка вот это я хотел показать и так принципиальная разница между этими ножами я не вижу этот наверное если он настоящий тысяч 1015 будет стоить у нас все дороже никогда дешевле не бывает под за подделку отдадите тысяч пять этот нож стоит 2500 рублей и если среди вас есть женщина садовод учитывая что им сложнее чем нам приходится пусть будет для женщины нет не так это мы продавали раньше последняя цена была 3500 еще 300 рублей это специальная это самое точить специальный станочек без станочка 3500 пересылка 300 и того 3800 но если вы женщина нет им особое отношение а их садоводов половина и вот это сделать гораздо сложнее видите вот надо навыки и специальный для них скажу вот берем если вы женщина вы работаете так дикорос это может быть любая веточка любого чего угодно и вы раз раз видели сильно короткий тогда вот так вот видели сильно длинный когда вы берете еще раз по почти получилось и так 10 раз 20 раз мне это проще видите вот смотрите уже идеальный почему потому что нож хорош и я хорош вот а вам десятки сотни раз 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 и только когда вас получится двумя можете чуть-чуть подправить вот так двумя движениями ножа один раз тут один растут вот тогда у вас получится настоящие прививки ну а сейчас я посмотрю если не отключилась пройдем немного по саду а не отключилась давайте так чудеса случается в саду причем я часто показывал они невероятны вот для начала нужно иметь нормальный саженец кино этом две прививки сейчас я объясню смысл этого вот а знаете где мне хочется показать дело в том что есть такие места я их называть тепловая подушка видите мощные деревья вот до 10 метров высотой и до 15 метров высоты смотрите кстати это ирга поверите вот такая бывает и вот здесь вот а ветер у нас будет западный и северный видите защита хорошая лишь бы тени не было но тут вот более менее как они отклоняются от тени смотрите внимательно